Регулярные аварийные отключения, электричество и сбой в работе сетей на подстанции в городе Сковородино. Эта тема и стала одной из самых острых на селекторе по ЖКХ. Это опять город Сковородино и опять аварийное отключение подстанции Тяговая. Без электроснабжения у нас остались 87 домов частного сектора, котельная КАЕ, ЦТП. Было включены гизель-генераторы, устранение продолжалось более трех часов. Сейчас в Сковородине введена в работу резервная линия, которая снабжает электричеством коммунальные объекты. Как говорят специалисты, есть необходимость еще в одном кабеле питания, к которому будут подключать жилые дома. Проект по строительству запасных сетей электроснабжения находится на личном контроле губернатора Александра Козлова. В том числе я сам также общаюсь с зам руководителя РЖД, который курирует имущественный комплекс. Многие другие вопросы у нас как раз планируются 20-21 встречи в Антенецкой котельной поездкой и вопросы, связанные с передачей объектов ЖКК, которые мы поднимали ранее на уровне РЖД. Соответственно, у меня еще беседа будет с вашими руководителями, которые находятся в Москве, для того, чтобы обозначить им эту проблему. Договорились, чтобы мы в едином ключе шли и вот этот вопрос решали. Чуть более 20 жалоб от амурчан в этом году поступило на горячие линии регионального министерства ЖКХ и государственной жилищной инспекции. В основном они были связаны с некачественной подачей тепла и воды. На сегодня 95% жалоб устранены, остальные отрабатываются коммунальщиками. В отчетах руководителя региона также было озвучено, что текущий отопительный сезон проходит без особых нарушений. Топлива хватает практически в полном объеме. Вероника Федореева, Иван Сюмак, Первый областной.